МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, праймерис – это внутрипартийное предварительное голосование для того, чтобы избиратели сами могли выбрать, определить тех кандидатов из партий, да, из партийных кандидатов, в частности, из кандидатов Единой России, которые, как считают избиратели, наиболее достойны в последующем, уже непосредственно стать кандидатами как по партийному списку, так и кандидатами по одномодатным округам. Да, то есть практика вот таких внутренних предварительных голосований, она достаточно широко распространена в мире, но родиной, традиционно считают Соединенные Штаты Америки, в этом году Единая Россия впервые проводила предварительное голосование по так называемой открытой системе. В этом году абсолютно любой избиратель, который изъявил желание, мог прийти на избирательный участок и выбрать. Это первая такая особенность. Вторая особенность заключалась в том, что голосование было рейтинговое. То есть избиратель мог проголосовать, отметить в бюллетене несколько кандидатов, которые ему наиболее были симпатичны. Вообще вернулась система смешанная по выборам в Государственную Думу, которая последний раз применялась на выборах в 2003 году. Но что заключается в том, что вернулись одномандатные округа. То есть мы сейчас говорим о главных изменениях, собственно, чтобы было понятно. Да, чтобы телезрителям было понятно. В Рязанской области традиционно существовало два одномандатных округа. Так и осталось два одномандатных. Одномандатные округа определяются по количеству избирателей. То есть где-то около полмиллиона, пятисот тысяч избирателей. Единственное еще одно изменение – это так называемая новая лепестковая нарезка одномандатных округов. В чем смысл лепестковой нарезки? При этой нарезке попытались сбалансировать городское и сельское население. И это, естественно, будет повышать требования к партиям, к кандидатам при работе в этих одномандатных округах. Но там же возрастает и конкуренция в итоге. Да, естественно, конкуренция возрастает. Но вот мы видим, что у «Единой России» такая внутренняя конкуренция достаточно существенная между кандидатами. Интересный вопрос – кто финансирует это мероприятие? Это полностью внутрипартийное мероприятие. Поэтому, естественно, это все финансируется за счет средств партии. Единая Россия задолго до начала официальной кампании… Рыба продолжается уже ровно там, где она нужна, по сути дела, а не между своими же союзниками. Да. Во-первых, это позволяет начать избирательную кампанию. Такой ранний старт. Простая такая цифра. 50 действующих депутатов Государственной Думы от «Единой России» проиграли предварительное голосование. То есть избиратели не выбрали тех, кто действовал. Как бы показали, что они им не доверяют. То есть, видимо, плохо работали. Простым языком это сразу видно количество мыльных пузырей. Да. Ну, видно, плохо работали в регионах своих. Да. Плохо работали с избирателями. Избиратель не увидел пользы в этих депутатах. Благодаря этому, в том числе, вся эта система выборов стала ближе к избирателям. Да, естественно. Предварительные голосования они всегда делают как бы избирателей более активным участникам. Есть какие-то самые актуальные проблемы. Расскажите о них. Тут и рост цен, снижение реальных доходов населения, проблемы тарифов ЖКХ, традиционные проблемы дорог и так далее и тому подобное. Единственное отличие, в чем заключается. Вот если посмотреть на сегодняшний день, проблема, основная проблема оппозиционных партий, на мой взгляд, заключается в том, что у них нет какой-то позитивной повестки. Я плачу налоги, где мои дороги? Хотя, если разбираться, избиратель у нас стал уже умнее. Он научился уже деньги считать. Допустим, по городу Рязани, вчера глава администрации Олег Булеков объявил, что нужно порядка 6 миллиардов рублей, для того, чтобы в городе провести дороги в нормативное состояние. Весь бюджет города Рязани, это где-то порядка 7,5 миллиардов. Плюс вторая особенность, возвращение одномандатных округов, оно всегда приводит к тому, что партиям, кандидатам им приходится спускаться вниз. Даже не региональная повестка, а она даже больше местная повестка. То есть повестка моей улицы, моего двора. Опять, вот это предварительное голосование, когда кандидаты от Единой России, они уже проводили встречи с избирателями, проходили дебаты. То есть они предлагали какие-то там свои программы, как они видят решение тех или иных проблем. Это опять делает партию власти, ну ставит партию власти в более выгодное конкурентное положение. Мне знаете, что удивляет, как избирателя, что вот депутаты, которые оказываются в этом кресле, в кресле гости, они тоже как-то отстраненно обо всем говорят, что у людей есть проблема. Вот когда нам журналистам звонят и говорят, проезд подорожал, мы на себе испытываем, что он подорожал, мы тоже ездим в общественном транспорте. Как так получается, что депутаты, вот это депутаты, а это люди, у которых есть проблемы. Как так? Ну у нас, так скажем, это особенность нашей политической культуры, у нас вот эта социальная дистанция между властью и обществом, она достаточно всегда большая была. Всю историю России она была достаточно большая. И всегда вот эта проблема, когда человек проходит туда, куда-то во власть, он отрывается от этих местных проблем. Ну если говорить там поговорками, то условно говоря, там, сытый, голодный, он не очень понимает. Поэтому, на мой взгляд, вот это возвращение одномандатных округов в этом плане имеет очень позитивный шаг. Действительно, вот очень многих представителей партии, депутатов, их нужно вернуть на землю, чтобы они походили по дворам, там, повстречались с жителями, да, вот спустились оттуда, вот с этих небес, там, федерального бюджета, его распределения, там, постатейного, да, и вот этих глобальных таких федеральных проблем на региональный, на местный уровень и начали думать, как эти проблемы решать. Потому что одномандатник, он вот уже несет ответственность непосредственно перед избирателями своего округа. Да, и, собственно говоря, если ты для избирателей своего округа, вот для решения их каких-то местных проблем ничего не делаешь, то вот произойдет то, что уже произошло на предварительном голосовании, да, 50, когда действующих депутатов просто проиграли предварительное голосование. Там сейчас идут всякие скандалы, да, там очень многие из них возмущены в других регионах, что как это так, вот я действующий депутат, и вдруг проигрывает там, ну, какому-то главному врачу, там, больнице, там, ну, какому-то другому кандидату. А как раз проигрывает из-за этого, да, что по большей части они где-то там в Москве. И отстранились от всего. Да, от региона оторвались, от избирателей оторвались. А вот эти местные там депутаты, да, вот по очень многим регионам произошла ситуация, когда там депутаты местных советов, депутаты там областных дум, да, вот региональных законсобраний, они обыграли в предварительном голосовании вот этих депутатов в Госдуме. Почему? Они ближе. Они ближе, они больше повреждены вот в региональную повестку, в местную повестку, поэтому они, естественно, выигрывают, и они больше делают с точки зрения избирателя, да, для них. Когда избиратель видит, вот там, благоустроил дворовую площадку, да, вот это понятно. И приезжает депутат в Госдуму, который начинает рассуждать о том, что, вы знаете, вот санкции, да, да, кризис, там, глобальный, мировой и так далее и тому подобное, это избирателю неинтересно. Избиратель, вот он действительно видит... Когда решают его проблемы, ему интересно. Да, нет, он заходит в магазин, он видит, цены выросли, да, а в кошельке у меня денег стало меньше, да, жить мне стало сложнее. И вот эти вот все рассуждения, они как бы, ну, они ничего избирателю не дают. Он это все и так знает прекрасно, да, из тех же федеральных СМИ, каждый день его этим накачивают, вот там, санкции, да, и так далее и тому подобное, глобальный экономический кризис. Ему от этого не легче, ему вот нужно, чтобы человек пришел и сказал, да, что там можно сделать, как сделать, как можно повлиять на рост цен, как можно увеличить доходы населения, да, вот не в целом глобально по стране, а вот конкретно здесь у нас, допустим, в городе Рязани, что для этого можно сделать, да, там, создать новые рабочие места и так далее, ну, какие-то шаги. Вот с этим большая проблема, но еще раз говорю, вот опять-таки процедура предварительного голосования как раз позволяет даже самим кандидатам будущим, да, понять ожидания избирателей, потому что, ну, опять... И хватит ли у них сил реализовать какие-то свои возможности. Да, да, и вот, ну, обкатать свои предложения, да, на что избиратель реагирует, на что он, как бы, не очень реагирует, да, или наоборот реагирует негативно. Ну, вот, я говорю, в этом плане, естественно, вот партия власти, Единая Россия, она, как бы, уже получила такое существенно конкурентное преимущество по всей стране, ну, и в том числе у нас в регионе. Спасибо за эти понятные 10 минут. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова